Уважаемые участники заседания, искренне рад приветствовать всех вас. К сожалению, из-за пандемии пока приходится общаться в таком формате и дистанционно. Но очень надеюсь, что уже скоро мы встретимся в традиционном формате. С этой пандемией и обострением социально-экономических вопросов из-за ее последствий столкнулся весь мир. Но мы в придачу к этой напасти оказались вовлечены в процессы политической турбулентности. Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь. Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного, затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени. Под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки. Очевидно, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать в мере реагирования. Мне понравилось заявление нашего почетного председателя, который очень точно сказал, исходя из своего опыта уже, что у нас есть все для того, чтобы противостоять современным вызовам. Все есть от продовольствия до самых современных технологий. От целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции Союза прямых ограничительных мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе в случае обострения экономической ситуации. Убежден, что мы способны подемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики Союза и ее устойчивый рост. Но изначально, создавая Евразийский экономический союз, мы ставили своими целями углубление партнерских связей между государственными членами объединения и расширение взаимовыгодной торговли на внешнем контуре. Причем мы по-прежнему открыты к развитию отношения как с центрами силы, так и с теми, кто еще только желает вступить в наш Союз. В предыдущий непростой год показал, что реализация именно наднациональных совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основу структурных изменений для экономического роста в будущем. Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве Союза, безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний. Ну, вы, уважаемые друзья, помните, что мы всегда этим грешил наш нынешний председатель, который всегда правильно нас ориентировал на то, что посмотрите Евросоюз, посмотрите, как он делает. Давайте и мы будем более интенсивно, следуя примеру Евросоюза, действовать. Так вот, почему мы сейчас не действуем, как Евросоюз? Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда. Смею напомнить вам, что уже в течение почти двух лет, сколько существует эта так называемая пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать. Здесь правильно сказал председательствующий, необходимо активно способствовать выполнению стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По оценке Евразийской экономической комиссии, их последовательная и добросовестная реализация позволит не только выйти на траекторию роста с темпами 5% в год, но и в целом обеспечить постепенное сближение государств-членов ЕАЭС по уровню экономического развития. Одной из первостепенных задач является проработка вопросов скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов. В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства Союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах. Уверен, абсолютно уверен, пришло время для принятия в Союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами. Также важно продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС, дальнейшему построению общего финансового рынка. Нужно расширять практику совместного использования научно-технического производственного потенциала Союза. Хорошим примером такого сотрудничества является проект интегрированной системы ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг. Особое внимание надо уделить выстраиванию эффективной системы отбора и управления совместными проектами, а также их научно-исследовательскому обеспечению. Для решения этой задачи необходимо в кратчайшие сроки проработать механизмы кредитования кооперационных производств. Кстати, наверное, лет 10 тому назад, еще до подписания нашего договора, которому 7 лет, как здесь сказал наш почетный председатель, он много раз предлагал вот эти имиджевые проекты. Мы соглашались с этим, но до сих пор так и не решили эту проблему. Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый, качественный экономический прогресс в Союзе. Для достижения целей определенных принятой ранее стратегий, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов. Всемирно поддерживаем работу, направленную на снятие барьеров, сокращение изъятия ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке Союза. Еще в самом начале пандемии продовольственная и сельхозорганизация ООН-ФАО прогнозировала дефицит продуктов питания, даже голод в отдельных регионах планеты. Эти прогнозы уже сбываются. Из разных источников мы слышим, что сегодня уже голодают и недополучают продовольствие в нужном объеме около полумиллиарда человек на нашей планете. В рамках Союза мы должны принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. При этом важно не упустить свою выгоду в международной торговле, избежав излишних препятствий на пути движения товаров как внутри нашего Союза, так и в торговле с другими странами. В этой связи я призываю нашу комиссию в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент о безопасности пищевой продукции. Необходимо снять спорные моменты и разночтения. Слушайте, все говорим о том, что продовольствие, продовольствие, надо обеспечить людей и очень опасные тенденции в этом плане, а сами телепаемся с этим несчастным документом уже больше года. При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию Союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость. Мы слишком медленно движемся, нужно определить конкретные проекты. Представляется, что на нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров. Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль. Вы знаете, что КНР всегда проявляла и будет проявлять интерес к нашему Союзу. Но и у нас к этому огромному рынку большой интерес. И надо сказать, что в отличие от других союзовых стран Китай открыть для нас, мы это, находясь гораздо дальше, допустим, чем Казахстан, Кыргызстан от Китая, это ощущаем. Китай открывается. Поэтому надо интенсивнее завязываться с Китаем, особенно в сфере торговли. Следует активизировать переговорные процессы по заключению соглашений о зоне свободной торговли, особенно это касается Египта, который для нас может стать плацдармом для продвижения наших торгово-экономических интересов в Африке. При этом нам не стоит забывать о ближайших странах, учитывая интерес соседей к нашему интеграционному проекту. Следует внимательнее посмотреть на страны СНГ с точки зрения увеличения количества наблюдателей и предполагаемых будущих членов Союза. С каждым из государств наблюдателей необходимо составить конкретные планы по расширению экономического взаимодействия. Конечно же, с определенными жесткими нашими требованиями к тем, кто хотел бы вступить в наш Союз. Уважаемые коллеги, в завершение хотел бы выразить свою убежденность в том, что при наличии доброй воли совместными усилиями мы в полной мере реализуем огромный потенциал Евразийского экономического союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Спасибо за внимание.